Теми сегодня, которые у нас на сегодняшний день были, я думаю, мы не справились с нашей задачей. К сожалению, не дотерпели немножко и все-таки надежный соперник был достаточно высок. В каких-то моментах повезло нам, скажем, но в общем-то я очень доволен игрок своей команды. Я согласен, что очень долго входили в игру, опять же, погода внесла свои коллективы, но это не оправдание для нас, потому что мы планировали с первого минуту начать активно и агрессивно. Агрессивно строить игру нашу в атаке. Очень много, первый гол пришел просто. Команда Асаксан очень добротная, хорошая команда, хорошо выровняется и сложно, особенно в такую погоду, очень сложно взломать, потому что, когда создаешь много, тратится огромное количество энергии. Ребята, особенно во втором тайме, особенно во втором тайме, но претензий по большому счету я не могу потерять. По отношению, по самодаче все хотели, и в конце игры уже четыре нападачи перестроили. Чуть-чуть не хватило времени, чтобы, как сказал и господин Люклин, не хватило времени дожать. Поэтому самое главное, я хочу сказать, что команда формируется, чтобы не думали, что за месяц сразу так набрали футболистов и сделали команду. Даже хорошие футболисты нужно время на то, чтобы сплотиться, на то, чтобы сыграться. Еще отсутствие взаимопонимания было в некоторых моментах. Но самое главное, еще раз, ребята, мы все хотели, горели желанием, и ничего страшного нет. Ничего страшного нет, обидно терять и чтить, но ничего, еще раз повторяюсь. Еще вечный комбинат, и самое главное, нам делать правильные выводы, и как можно быстрее сплотить эту команду, собрать, чтобы она давала максимальный результат. Продолжение следует... Их андрей логиков и учиться на роль, они заставляют и выбирают, что это за собой. И если они не могли, они мере, это, по-другому, они очень-то огромное убеждение, это простой занимательный результат. Я учиться на конкурсе. А у них хороший характер, он у него, он лидер в команду, и, я думаю, что для меня не Nutрия в центре, пока они стоят во время масля. В первом тайме команда хорошая владела мячом, грамотное владение мяча привело к первому голу. Во втором тайме уже не было того, в чем причина, что команда не смела так хорошо контролировать мяч и моментов создала немного меньше, чем во втором тайме. Обычно говорят так, мы играем настолько, насколько нам поправляются те, во втором тайме сантельник прибавил, и в движении, и в темпе, и нам стало сложнее. В первом тайме было сил больше, ну и, конечно же, я скажу, что наше физическое состояние на данный момент еще не оптимальное, потому что некоторые игроки в команду пришли всего неделю назад, и, как сказал Юрий Сепенко, здесь надо время, чтобы связанность была, чтобы мы направили в физическое состояние. И, скажем, наше физическое состояние пока не позволяет нам награть еще в полной мощи. Ну, скажем, мы и не заканчиваем на этом наше откомплектование. В ближайшее будущее мы добьем еще трех-четырех квалифицированных футболистов, чтобы достойно выглядеть с каждой команды. Для вас, как для главного тренера, вот дебют в высшей лиге, для вас страшнее будет только как бы борьба за результат в каждом матче, либо чтобы радовать болельщиков красивым футболом, карминационным? Естественно, что в первую очередь сама игра в футбол, и сделанное болельщиков, и, скажем, моя цель не только показывать красивый футбол, мне нужен обязательно результат, но мы не собираемся окапываться, сидеть сзади каждый день, мы будем атаковать, мы будем играть, показывать нашу игру. Ну, опять-таки, для этого необходимо время какое-то. Я думаю, что через месяц где-то уже будет совсем другая игра. Юрий, на второй тайм команда вышла, показывала немного другой футбол, и не было ли такого, что в первом тайме ваша команда немного недооценивала соперника? Была недооценка, и речи быть не может. Была немножко... Ребята очень торопились, хотели быстро забить первый гол. И от того, что не получилось, они нервничали немножко, не хватило терпения, не хватило полнотроя в замешающей стадии. Моментов создали-то достаточно, я считаю. Моментов создали очень много, но нужно еще реализовывать. Поэтому пост по созданию момента, в принципе, создали еще раз достаточно. Единственная проблема сегодня это была реализация. Вопрос, господин Людмилов. Это был ваш главный игру, если вы быстрый гол на контакте? Планную игру, скажем, это был совсем не быстрый гол. Я думаю, это уже было интро-досаторная, она шла где-то так. Середина первого тайма, мы просто сыграли очень хорошо на контратаке. Опять же таки, какое-то везение было на нашей стороне в этом моменте. И мы забыли, это футбол, скажем, это игра, кому-то из футбольщиков это место. Почему на всех прошлом даже не попался в киках? Мы еще не успели его взаимы. Есть какие-то проблемы, естественно, я же говорю, у нас... Мы еще и будем усилять позиции наши, и 3-4 человека добавим еще в нашу команду. Какая задача вашей команды в отдельный сезон? Мы, скажем, мы хотим построить команду из молодых футболистов, которые могут бороться за высокие места. Опять же таки, здесь надо время. У нас очень молодая команда. Если, скажем, мы Сашу Покоричу уберем из списка, то мы очень молодые будем все на коле. Мы заканчиваем 20-21 год, у нас 18-19. Практически 80% заявок на списке. И цель наша через в этом году выскоять хорошую команду. И за счет молодых футболистов мы хотим раскидать шерти работы в Европе и в Европе и в Европе. Будет показывать. В конце концов, в этом году конкретной задачи у нас нет. Но мы хотим бороться сами за высокие места, как можно закончить чемпионат. На самом деле, задача повышена и удовольствовала. Задачи высокие, но еще раз повторяюсь, нужно идти к каждому матчика этой задачи. То есть им нужно реально немножко смотреть. Задачи очень высокие и мы готовы к этим задачам. Но еще раз повторяюсь, это всего лишь первая игра. Самое сложное, если игры нет, тогда результат тяжелее приходит. Если есть игра, то я думаю, что результат будет. Поэтому голову в этом событии не посыпаем. Это первое пункт, сделаем вывод, и следующую игру я думаю выйдет. И будет совсем другой результат. Вопрос с Владимиром. Стоит ли ожидать с Оксани появления украинских футболистов? Так как, мы знаем, в первой и второй лиге в Украине много клубов расформировалось. У нас ребята ищут новые места работы. Вы ли приглашали кого-то из Украины, свою команду на просмотр? На просмотр у нас было несколько ребят из Украины. И, скажем, они не выдержали конкуренцию. Скажем, зачем набрать с Украины футболистов, если она не ослаблена, если такого же квалифика и уровня футболистов. Мне интереснее работать с местными и молодыми ребятами, которые имеют перспективу, играют в молодежных сборах. Мы подбираем нашу, скажем, качественную молодежь футболистов. И хотим, чтобы они дальше росли и прогрессировали. Не только они, но и командами. Еще такой вопрос. Ваши домашние матчи будете проводить, насколько известно у себя, в Чадер-Лунге, но там синтетическое поле. Это не проблема? Для нас это не проблема. Проблема, наверное, будет из Раидов. Продолжение следует...